На 118 подстанциях и 433 линиях электропередачи МЭС Сибири полным ходом идет ремонт и замена оборудования. На это федеральная сетевая компания направила более полутора миллиардов рублей. Сегодня на подстанции 220 кВт Заводская, расположенной на правобережье Красноярска, меняют опорно-стержневые изоляторы. Они используются для крепления частей в электроустановках. Вот такие опорно-стержневые изоляторы изготовлены из фарфора. Этот материал совершенно не пропускает электрический ток. Своевременная замена таких изоляторов позволяет предотвратить аварийные ситуации на подстанции. Всего за время ремонта на Заводской заменят 36 таких изоляторов и 8 высоковольтных вводов. После этого подготовку к зиме на этом объекте можно будет считать оконченной, а потребители смогут не бояться перебоев с подачей электричества. Основными потребителями по классу напряжения 110 кВт является завод ХМЗ, Красмаш. По линии 220 кВт это питается город Сосновоборск, подстанция узловая. Которая входит в нашу группу. И по линии 10 кВт это живые ближайшие районы. Если все перевести именно только на дома, ну, наверное, будет порядка 20 тысяч домов. То есть можем запросто обеспечить электроэнергией. Такие же ремонты идут сейчас на всех 29 подстанциях федеральной сетевой компании в Красноярском крае. Энергетики региона расчистят 850 гектаров просеки и заменят более 1600 изоляторов на магистральных линиях электропередачи, связывающих Красноярский край с соседними регионами. Ремонтная программа в Майс-Сибири началась с середины весны. По итогам первого полугодия мы планируем выполнить более 40% от годового плана. На самом деле это хороший темп, который позволит завершить выполнение всех работ до наступления холодов. Основной объем ремонтной программы ФСК в Красноярском крае будет выполнен к началу сентября. Это дает уверенность, что зимой магистральные электросети будут работать надежно. Сергей Сеславин, Алексей Овсянников. Новости.